На литр щей со свежей капустой вам понадобится 700 мл говяжьего бульона, 100 г вареного мяса, растительное масло, 1 крупный клубень картофеля, свежая капуста, хватит маленького кочана, половина крупной моркови и репчатый лук, средний помидор и красный болгарский перец, укроп и петрушка, 2 столовые ложки сметаны, соль и перец. Шинкуем лук и жарим его 5 минут на растительном масле. Морковь надо добавлять позже, чтобы она не полиняла. Лук окрасится в оранжевый цвет. Требование качества готовых супов, чтобы овощи имели свой естественный цвет. Жарим овощи 5-7 минут. За это время разогреем бульон, который мы сварили заранее на основе говяжьего мяса, добавив подпеченный лук и морковь. Чтобы бульон получился не мутный, для этого необходимо варить при очень-очень-очень слабом кипении. Теперь капуста. Лучше брать овощ ранних сортов. Тогда суп будет вкуснее. Приготовить его можно из квашеной капусты, немного изменив рецепт. Ее обязательно отжимают очень хорошо, но промывать ни в коем случае нельзя, потому что она содержит витамин С. И квашеную капусту предварительно туша, с добавлением пассерованных овощей, томатного пюре. Высыпаем капусту в бульон и доводим до кипения. А пока нарежем картофель. Бланшируем помидор. А чтобы легче, можно было кожицу снять, потому что когда в супе будет плавать кожица, не очень приятно. Сейчас она ошпарится и все. По этим временем будем закладывать картофель. Добавляем в щи лук и морковь. Достаем из кипятка помидор и, не дожидаясь, пока остынет, делаем на кожице крестообразные надрезы. Снимаем оболочку и оставляем мякоть охлаждаться. Режем перец. Перец сладкий можно добавить, можно не добавлять. Но им точно не испортишь. Нарезаем мякоть помидора соломкой. Кстати, если вы варите щи зимой, можно обойтись и без томатов. Осенью, зимой в основном щи готовили с томатным пюре или томат пастой. Кладем помидор в суп. Варим 5-7 минут и можно добавить соль и перец. Теперь главное – правильная подача. К каждую тарелку кладем в вареное мясо, на основе которого делали бульон, и заливаем супом. Щи, они получаются такие вот густые. Не зря говорили, что раньше суп сварит и ложка стоит. Рецепт щей со свежей капустой. Нашинкуйте лук и обжарьте до полупрозрачности. Нарежьте морковь соломкой, добавьте к луку и пассируйте 5 минут. Разогрейте бульон и добавьте в него нашинкованную капусту. Доведите до кипения. Нарежьте картофель и добавьте в суп. Затем пассированные овощи. Ошпарьте помидор, охладите и снимите кожицу. Мелко нарежьте мякоть и добавьте в суп вместе с нашинкованным соломкой болгарским перцем. Варите щи еще 5 минут. Затем добавьте соль и перец. Выложите в тарелку мясо и залейте супом. Подавайте зеленью и сметаной. Готовим по проверенным рецептам вместе с опытными кулинарами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски программы. До новых встреч! До новых встреч!